Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги царей, книги царств, и мы будем читать восьмую главу. «После всего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид мэфэк гамма из рук филистимлян». То есть после тех обетований, которые Давид получил от Господа, он одерживает сокрушительные победы над своими извечными врагами филистимлянами Плештим. «И поразил мавитян и смирил их веревкой, положив их на землю, и отмерил две веревки на умершвление, а одну веревку на оставление в живых. И сделались мавитяне у Давида рабами, платящими дань». Что означают эти веревки духовно, мы поговорим чуть позже. Но здесь надо вспомнить, что мавитяне находились в родстве с Давидом, но это родство распространялось только на плоть. Действительно, прабабка царя Давида, Руфь мавитянка, она была мавитской царевной. И в нашей жизни часто так бывает, что мы имеем сродство с людьми, но это сродство только крови, плоти, и никак не распространяется на духовное родство. Братья и сестры по происхождению, мы не являемся братьями и сестрами во Христе. И напротив, братья и сестры во Христе нам значительно ближе, чем наши плотские родственники. «И поразил Давид Адра-Зара, сына Рехофова, царя Сувского, когда тот шел, чтобы восстановить свое владычество при реке Ефрате. И взял Давид у него 1700 всадников и 20 тысяч человек пеших, и подрезал Давид и жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для ста колесниц». Казалось бы, неоправданная жестокость по отношению к животным, но вполне возможно, что эти животные обожествлялись этими племенами. И люди верили в какую-то их особую магическую силу. И надо было показать, что это совсем не так. И пятый стих. «И пришли сирийцы дамасские на помощь к Адра-Зару, царю Сувскому, но Давид поразил 22 тысячи человек сирийцев». То есть мы видим, что три разных народа нападают на Давида, но, заручившись Божьим благословением, всякий раз он одерживает над ними сокрушительные победы. Посмотрим комментарий. Прежде всего, это комментарий Кассидора, его толкование на псалмы. Книга царей повествует о победах, одержанных царем Давидом, после того, как он пришел на смену царю Саулу. И поэтому, на первый взгляд, представляется неуместным упоминать о них здесь, в то время, как о них уже сказано достаточно подробно выше. Но нам следует принять во внимание, что здесь эти войны упоминаются как символы грядущих побед Господа нашего, Спасителя, которые Он, Христос, одерживает во всем мире над язычниками и неверными, о которых и слова сего Псалма, имеется в виду 59-й Псалом, дабы те, уже поправ свои прежние предрассудки, изменились и удостоились благодати человека нового. То есть, на самом деле, эти победы носили и духовный характер, так как покоренные племена могли принимать едино Божие, и в некоторых поколениях они растворялись народом Божьим. Блаженный ироним в трактательной Псалме объясняет значение веревок. Во второй книге «Царств», когда Давид разбил мавитян, Писание сообщает о двух разных путях жизни и смерти. Значение разделения мавитян на предназначенных смерти и предназначенных жизни становится ясным из историй Орфы и Руфи. Это то, что описывается в книге «Руфь», о которой мы беседовали. Я напоминаю, книга «Руфь» — это как бы предисловие книги «Царство». Орфа, вернувшаяся к долопоклонству своей прежней земли, предназначена была к смерти, а Руфь, последовавшая за своей свекровью, имя ее, значит, приятное, говорит «Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом», имея в виду, что благодать как бы привязала Руфь к Богу Авраама, Исаака и Якова. И далее мы читаем «И поставил Давид охранные войска в Сирии, Дамасской, и стали сирийцы у Давида рабами, платящими дань, и хранил Господь Давида везде, куда он ни ходил, и взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адра-Зара, и принес их в Иерусалим. Их взял потом Сусаким, царь египетский, во время нашествия своего на Иерусалим, во дни Руфама, сына Соломонова. «А в Бефе и Берофе, городах Адра-Зарабых, взял царь Давид весьма много меди, из которой Соломон устроил медное море, и столбы, и умывальницы, и все сосуды». Мы видим, что Давид хочет вот это золото, эту медь, это серебро, то, что он берет у язычников, посвятить на построение храма. И, конечно, возникает такой нравственный вопрос, а можно ли вообще посвященные некогда бесам перепосвящать Богу? Но все мы знаем молитву, которую мы читаем. «Как прежде служили сатане и льстиваму, наипаче послужим тебе Господу». И при этом надо помнить, что в этом мире ничего не принадлежит дьяволу. Он не является Творцом. А по праву Творца, как я часто объясняю, только Бог является единственным собственником во Вселенной. И, возвращая Богу целые народы, их достояния, их сокровища, посвящая на храм, мы возвращаем Богу Богова, отнимая это у дьявола. «И далее, и услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адразарова, и послал Фой и Арама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить его за то, что он воевал с Адразаром, и поразил его, ибо Адразар вел войны с Фоем. В руках же и Арама были сосуды серебряные, золотые и медные. Их также посвятил царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, который посвятил от отнятого у всех покоренных им народов, у сирийцев и мавитян, и аманитян, и филистимлян, и амаликитян, и из отнятого у Адразара, сына Рехового, царя Сувского». И далее. «И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения восемнадцати тысяч сирийцев в долине Соленой. И поставил он охранные войска в Эдумеи, во все Эдумеи поставил охранные войска, и все Эдумеяне были рабами Давида. И хранил Господь Давида везде, куда он не ходил». Надо сказать, вот именно в царствовании Давида исполнились пророчества о том, что Бог отдаст эти земли потомкам Авраама, Исаака и Иакова от великой реки Ифрата до предел земли египетской. То есть, слава Бога, они всегда непреложны. И если Бог это сказал, то это строго исполнилось, и эта глава как раз посвящена этому вопросу. «И хранил Господь Давида везде, куда он не ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим». Под всем народом своим имеются в виду, конечно же, и покоренные народы. «Творил суд и правду» означает, «творил справедливые суды» не только над своими соплеменниками, но и над всеми остальными народами, которые оказались под его управлением. Суд — это дело Божие. И когда человек творит неправедный суд, это прямое оскорбление Создателя. А о судах Давида мы прочитали, «творил Давид суд и правду». И Авже, сын Саруи, был начальником войска, и Иосафат, сын Ахилуда, деписателем. Что значит деписателем? Летописцем, который описывал деяния, которые были связаны с царством Давида, с теми воинами Господнями, которые он вел. Садок, сын Ахитува и Ахэмелех, сын Авиафара, священниками. Мы видим, что не совершались военные действия без благословения священников, и в пятикнижах есть специальная молитва, которую надо читать перед битвой. Сырая, песцом, и Ванея, сын Иодая, начальником над халефеями и фалефеями, и сыновья Давида первыми при дворе. То есть он брал своих сыновей с собой в войские походы, чтобы с самых юных лет приучать их к трудности полевой армейской жизни. Это очень правильно. На Руси тоже так было принято. И мы знаем, что государь-император, стартотерпец Николай II брал с собой в Могилевскую ставку цесаревича Алексия, святаго-мученика, таким образом приучая его с самых юных лет к сложностям армейской жизни, потому что, как писал в свое время Карамзин, княжить в древности означало воевать. Продолжение следует...